Астероид Бэну это очень интересный объект. На нем записана информация о ранней Солнечной системе и о происхождении жизни. Также он имеет нестабильную орбиту, так что есть небольшая вероятность его столкновения с Землей в конце 22 века. Это делает Бэну идеальной целью для миссии НАСА по доставке на Землю образцов астероидного грунта. Миссия Sirius Rex. Это грандиозное мероприятие по исследованию неизвестного мира. Мы собираемся достичь его, сесть туда, а затем привезти драгоценные образцы на Землю для научного анализа. Для меня нет ничего более захватывающего. Если пробы грунта с астероида Бэну будут доставлены непосредственно в руки ученых, это будет колоссальное достижение для науки. Мы хотим понять происхождение Земли и Луны, планет земной группы, но их самая ранняя история недоступна. Астероиды несут на себе отпечатки ранней Солнечной системы. Эти капсулы времени действительно хранят историю Солнечной системы с древнейших времен. Моя мечта — найти что-нибудь уникальное, что не представлено в нашей коллекции метеоритов. Поверхность этого астероида богата органическими веществами и ценными научными данными об органических молекулах и происхождении жизни в Солнечной системе. Кроме того, отправив космический аппарат на Бэну, мы сможем лучше узнать характеристики орбиты этого астероида, периодически сближающегося с Землей. Бэну в 4-5 тысяч раз массивнее метеорита, который взорвался над российским Челябинском в 2013 году. И есть некоторая вероятность, что Бэну может столкнуться с Землей в следующем столетии, в зависимости от того, как будет меняться его орбита. Для того, чтобы точно предсказать эти будущие изменения его орбиты, мы должны понимать не только влияние гравитационных сил, но и тепловые воздействия, которые способны изменить орбиту астероида. Мы будем не только исследовать тепловое излучение Бэну, мы также собираемся создать глобальную модель, чтобы лучше понять теоретические основы, и чтобы использовать эту модель для более точного предсказания положения Бэну в будущем, а также применить ее к другим потенциально опасным астероидам. Ассирия СРЭКС будет запущен в сентябре 2016 года и прибудет к астероиду Бэну в 2018 году. Для того, чтобы захватить пробу грунта с поверхности, будет использован механизм сбора образцов. У нас есть уникальное решение. Это устройство касается поверхности астероида, затем идущий вниз поток газообразного азота под высоким давлением перемешивает почву, а затем мы собираем ее с помощью большого воздушного фильтра. Весь этот процесс займет 5 секунд, касание сбора образцов и отлет. У нас есть причины полагать, что такой метод сработает. Одна из трудностей в сборе образцов с астероида – это низкая гравитация. При таком небольшом притяжении объекты имеют свойство подпрыгивать. Наше решение как раз в этом и заключается – подпрыгнуть. На самом деле, наш механизм сбора образцов буквально как кузнечик отталкивается от астероида после того, как состоится контакт с поверхностью. Из всего, что я знаю, попытка прыгнуть с поверхности астероида является самым простым способом забрать образцы. После того, как Осирис Рекс заставит пробу грунта астероида на Землю в 2023 году, мы получим крупнейшие образцы с внеземного тела со времен миссии Аполлон. И как и лунные породы, они будут изучаться десятилетиями с помощью все более совершенных технологий. Это действительно бесценная информация об истории нашей Солнечной системы, способная ответить не только на вопросы, которые мы задаем сегодня, но и на те, что возникнут у будущих поколений. Не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok